Когда я учился в школе и сидел на таком предмете, как математика, я вообще не мог понять, для чего мне учитель рассказывает про какие-то там треугольники, про лепипеды, пифагора. Мой мозг, вернее, не мог понять, куда я эту информацию могу реально в жизни применить. Но после того, как я даже закончил школу и даже закончил институт и набрался своего жизненного опыта, я реально понимаю, что математика – это очень круто, что с помощью математики можно делать много полезных вещей, в том числе и строить дома. Сегодня в этом видеоролике я расскажу вам о том, как с помощью нескольких формул, не лазя там на крышу, прикладывая стропилину к каким-то брускам, делая отметки, как с помощью нескольких формул всего лишь можно запилить стропила, и это будет ровно, это будет качественно. Буду показывать и рассказывать это на примере своего дома, который сейчас у меня строится. Первое действие, которое я должен сделать, это найти уклон кровли. У меня двухскатная крыша. Если я свою двухскатную крышу разделю на два прямоугольных треугольника, прямоугольный треугольник – это треугольник, в котором есть угол 90 градусов. Мне у этого треугольника нужна высота и нужно основание. Основание мы замеряем от края Муаэрлата, специально говорю для эстетов, от края Муаэрлата до края конькового прогона. Соответственно, у меня двухскатная крыша, есть Муаэрлата, есть коньковый прогон. От края Муаэрлата провожу линию до края конькового прогона и беру высоту от высшей точки этого конькового прогона до, соответственно, этой горизонтальной линии. Если посмотреть на стену, то видно, что на крае конькового прогона идет вот такая вертикальная линия. Вот эта линия для нас важна. Мы будем сейчас замерять высоту и будем замерять ширину точную, для того, чтобы нам определить реальный уклон кровли. Моя задача по вот этим скошенным окнам, которые у меня идут, повторить уклон кровли. То есть уклон кровли у нас должен совпасть с уклоном вот этих вот окон. Как мы это будем делать? Значит, мы берем от края Муаэрлата, замеряем точную длину. Сколько у нас получается? 4,20. Замеряем высоту от самой высокой точки нашего конькового прогона. Сколько у нас получается? 1,93 метра. 1,93 метра. 1,930. Буду называть показатели в миллиметрах, чтобы быть более точнее, скажем так. А основание моего прямоугольного треугольника получается 4,200. Если я беру высоту, делю на основание, у меня получается какой-то показатель. Конкретно с моими размерами 1,930 на 4,200 получается 0,459. Дальше мне нужно открыть инженерный калькулятор. Его можно найти в любом смартфоне. Можно найти на компьютере, на ноутбуке. Конкретно я вам буду показывать на примере компьютера. Значит, на компьютере открываете панель пуск, находите там калькулятор. Там есть меню, где вы можете просто слово калькулятор вбить. У вас появится калькулятор. Заходите в него, у вас будет стандартный вид. Нажимаете на слово файл. Дальше выбираете инженерный. После того, как выбрали слово инженерный, у вас калькулятор становится немного больше. То есть там появляется больше функций. Там нужно найти слово INV. Нажимаете INV, и у вас появляются там всякие косинусы, синусы с минусом. Это арктангенс, арккосинус, арксинус. Соответственно, эти функции нам нужны. Дальше я беру на примере своей крыши. У меня получился показатель 0,459. Нажимаю на минус тангенс. У меня получается 24,6. 24,65 даже, если более точнее. 24,65. Я беру, округляю в меньшую сторону. Конкретно я так выбрал. Хотя, наверное, более правильно было 24,7. Но я выбрал на своей крыше 24,6 градусов. То есть у меня реальный размер кровли 24,6 градусов. Все, я нашел уклон кровли. Дальше мне нужно вот эти 24,6. Опять же, на инженерном калькуляторе, набирая, нажимая слово косинус, у меня получается еще один показатель, который мне необходим. Это в моем случае, так как у меня такой уклон, у меня получается 0,909. Это второе действие, которое мы сделали. Третье действие, которое нам нужно сделать, это наше основание. То есть у меня конкретно 4200 миллиметров. Я делю на 0,909. Значит, у меня получается 4620 миллиметров. Первый размер мы нашли. Теперь второй размер. У меня будет карнизный свес. Я могу его делать разные длины, ширины. Но, допустим, я хочу сделать его 20 сантиметров. 20 сантиметров это 200 миллиметров. То есть я должен 4200 прибавить 200. У меня получается 4400. И 4400 разделить на 0,909. У меня получится показатель 4840 миллиметров. И дальше, так как у меня на коньковом прогоне будет тоже пятка, у меня коньковый прогон имеет такой размер 245 по высоте и 180 миллиметров по ширине. То есть мне нужно, чтобы у меня стропилина заходила ровно на середину этого конькового прогона под определенным углом. Значит, я должен к первому своему размеру 4200 прибавить 90-90 миллиметров. У меня получается 4,290. Соответственно, 4,290 я делю на 0,909. У меня получается 4719 миллиметров. Теперь мне эти, соответственно, углы и размеры нужно перенести на стропилину. Сделать распилку. Таким образом, сейчас на примере моей крыши вы увидите, что все получится, да, и стропила будет запилена ровно. И красиво и надежно стоять на моей крови. Первое, что мы делаем, нам нужно какое-то расстояние взять от стропилины. Мы сейчас его берем произвольно. Взяли его по там, сколько там пример у нас получилось? Расстояние вот этого конца сколько у нас? 24. Пример мы взяли 24, причертили перпендикуляр вот этим угольником. Перпендикуляр это угол 90 градусов. Теперь от верхней части стропилины мы делаем расстояние. Вот я записал все эти расстояния, которые у нас должны быть. Вот у меня бумажка. Вот. Первое расстояние 4,620. Отмечаем 4,620. Второе расстояние у нас немного больше. Вот видно на листочке. 4,840 мы отмечаем. 4,840. Теперь от первой точки, которую мы сделали, которая у нас 4,620, Макс, напиши здесь. Напиши здесь 4,620, чтобы мы не запутались. 620. А там напиши 4,840. 4,840. Вот от 4,620 нам нужно отметить наш третий размер, который у нас будет 4,719. Теперь мы берем наш угломер. Мы знаем, что у нас угол 24,6. Макс, выстави на нем 24,6 градусов. Вот такой вот развернутый угол получается. А нам на самом деле 90 градусов нужно отмерять. А нам на самом деле 24,6 градусов нужно отмерять вот от этой линии. У нас вот сюда вот должен ухотить угол. Чтобы нам с помощью вот конкретно этого транспортира угломера сделать правильный размер, нам нужно, так как у нас вот этот угол 90 градусов, нам нужно 90 отнять 24,6. У нас получается 65 и сколько-то там еще, да? 65,4. 65,4 градусов. Дальше мы берем, выставили 65,4 градуса. И теперь чертим наш этот угол, который по факту вот этот угол у нас 24,6 градусов. Давай, отмечай. Все, выставили угломер, начинаем размечать стропину. Давай. Везде, где у нас идут линии, где, вернее, у нас идут пометки, мы делаем разметку. Дальше мы замеряем, сколько у нас идет линия. Сколько она получается? 26,5. 26,5. Ну, давай, произвольно сейчас возьмем вот это расстояние 7 сантиметров, да? Везде мы будем отмечать 7 сантиметров на всех линиях. Кроме последней. Последняя линия нам не нужна. И отмечаем угол перпендикуляр 90 градусов по этой отметке. Перпендикуляр это угол 90 градусов. Здесь отмечаем, здесь отмечаем, и здесь отмечаем. Дальше. Макс, давай отметим ту часть, которую мы будем отпиливать карандашом прям. Возьми карандаш. Вот это мы отпиливаем, вот это тоже мы отпиливаем. Здесь мы отпиливаем пятку. В самом начале стропила, где у нас идет коньковый, мы отпиливаем вот эту пятку и отпиливаем вот эту часть. Дальше после того, как мы сделали все эти запилы наши, мы уже можем по одной стропилине, которую мы называем шаблом, делать все вот эти выпилы. Да, и чтобы нам 150 раз не заниматься вот этой математикой, замерением, просто приложили эту стропилину и по ней делаем пометки. Все. Пометки сделали и сейчас будем пилить. Утепление я буду делать минеральной ватой. Соответственно, у меня есть важные условия установки стропила, чтобы внутреннее расстояние между вот этих стропилы было 59 сантиметров. Отмечаем 59. Здесь, соответственно, на коньковом прогоне тоже должно быть 59. Ставим стропилину. Здесь. И ставим стропилину на коньке. Вот такой вот у нас получается запил. Широкая пятка. Здесь вот у нас сразу идет, почему мы делали вот этот вот четвертый размер, 4800 там с копейками, который у нас выходил, для того, чтобы сразу запилить вот это вот основание под основание под софит. В данном случае нам здесь не нужно, потому что у меня крыша будет продолжаться. Вот там вот внизу у меня винтовые сваи. Здесь вот у меня стоят столбы, которые также я крутил на конструкционные саморезы. Здесь вот у меня к этой стропилине будет подходить еще одна стропилина с таким же уклоном 24,6 градуса. Соответственно, у меня будет вот такая вот широкая крыша. Я поднялся вот на конек. Смотрите, как у нас получается. Запил у нас идет полностью вот этот вот вертикально. Пятка у нас тоже, она такая достаточно широкая. Как раз идет на 9 сантиметров. Доска у нас 4,5 здесь, 4,5 здесь и путем вот математики мы высчитывали весь этот угол. Он полностью совпадает с углом, с тем углом, который я хотел под угол окон. Вот так вот уже у меня выглядит стропильная система. Доска 245 на 45, сухая строганная. Продолжение следует...